Приветствую вас на канале инфобум. Тут вы найдете много интересного, спортивного, сенсационного и будоражащего контента. Обязательно подпишитесь и поставьте лайк, а также оставляйте комментарии. Приятного вам просмотра. Шестеро молодых людей получили суровые приговоры по делу сети, ФСБ обвинило их в подготовке госпереворота. Суд в Пензе вынес приговор по так называемому делу сети. Шестеро молодых людей получили суровые сроки, от 6 до 18 лет колонии, за создание террористической ячейки и подготовку госпереворота в России. Сами фигуранты дела рассказывали совсем другую историю, между собой они были едва знакомы, признание делали под пытками, а вся сеть полностью выдумана ФСБ. Приговоры фигурантам дела сети, или как его называют иначе, Пензенского дела, вынесли 10 февраля в Приволжском военном суде. Это наказание разной тяжести, самый короткий срок, 6 лет колонии общего режима, получил Арман Саганбаев, а самые длительные, Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский, они проведут в колонии строгого режима 18 и 16 лет соответственно, самому старшему из осужденных 31 год, младшему 23. Такое распределение объясняется тем, что и обвинения молодым людям предъявляли разные, Пчелинцы и Евы Шакурского считают создателями организации сеть. Об их деятельности рассказал некий Егор Зорин, когда его задержали по делу о наркотиках, сейчас он находится на свободе. Обвинение утверждало, что эти двое вместе с другими участниками сети планировали нападение на силовиков, теракты на выборах президента в 2018 году и в конечном счете, захват власти. У нескольких обвиняемых при обысках нашли незарегистрированное оружие, с которым они ездили на тренировки. Всех фигурантов задержали в 2017 году, и поначалу они сознались во всем, что им вменяли. Но позже обвиняемые неоднократно повторяли, что давали показания под пытками, а оружие им подбросили. Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский утверждают, что никакой подготовки к терактам не было, они общались, вместе занимались спортом и иногда играли в страйкбол, но перед задержанием некоторое время даже не виделись. На одном из заседаний суда Пчелинцев рассказывал, что даже не понимает предъявленных ему обвинений. Я совершенно из обвинительного заключения не подчеркнул, какие конкретно мои действия могут квалифицироваться по статье 205,4, поэтому я не имею представления, от чего мне защищаться. Насколько мне известно, в сообществе сеть никогда не существовало, его придумали сотрудники ФСБ, слово сеть очень распространено, оно напоминает и социальную сеть, и сеть ресторанов, и что угодно. Скорее всего, взяли и назвали так меня и других присутствующих, чтобы подчеркнуть, что существует несколько организаций, но самого сообщества такого не существовало, и я в нем не состоял. Пчелинцев был одним из тех, кто жаловался на пытки, по его словам, в СИЗО его били током и подвешивали вниз головой, передает ОВД-инфо. В письмах жене он опасался, что не выживет. Другого обвиняемого, Василия Куксова, во время задержания привели на обыск в квартиру уже избитым, об этом рассказывала его жена. Илья Шакурский тоже в подробностях описывал пытки, с помощью которых его заставили подписать уже распечатанные показания против пчелинца Ева. Когда все жалобы проигнорировали, трое фигурантов дела Пчелинцев, Шакурский и Сыганбаев, объявили голодовку, требуя проверить их заявление о пытках, но спустя 12 дней ее пришлось прекратить. Правозащитный центр Мемориал признал их политзаключенными, а активисты проводили пикеты в их поддержку. Многие, в том числе организаторы акции, увидели параллели с делом нового величия, в котором фигурантов также обвиняют в принадлежности к несуществующей террористической ячейке. Когда 10 февраля их привезли в суд для оглашения приговора, собравшиеся у здания люди встретили их криками и песнями группы порнофильмы. Мощную общественную поддержку политзаключенных в России можно увидеть все чаще. Усилиями активистов и СМИ удалось добиться освобождения журналиста Ивана Голунова, в поддержку которого проводились митинги, в том числе и несанкционированные. Обвинение против репортера «Медуза» было полностью сфабриковано, и спустя полгода это признали в полиции. Не менее активно продолжают требовать прекращения дел против художницы Юлии Цветковой, обвиняемой в распространении порно и пропаганды ЛКБТ за обычные рисунки. К сожалению, жалобы на пытки в отделениях полиции и местах заключения тоже не редкость. В 2018 году новая газета распространила жуткое видео из исправительной колонии, на котором осужденного пытают сотрудники. У одного из этих сотрудников и его нестандартных методов даже нашелся защитник. Субтитры создавал DimaTorzok